всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале арстайл моих руках достаточно дорогая такая прям вот респектабельная цену я скажу попозже в конце выпуска сколько она стоит когда снимаю обзор она только-только появляется в продаже это игровая гарнитура которая отлично подходит не только для игр но и для просто прослушивания музыки музыки фильмов я не знаю аудиокниг здесь очень много разных наворотов например high res аудио она поддерживает то есть от 10 гирс частоты воспроизводит у нее реально прикольное крутое металлическое голове и материалов спины и например из-за кожи амбушюра которые запоминают форму ваших ушей и уши не устают я пользуюсь уже около недели и изучил все что можно они изучить разумеется она работает по bluetooth производитель нас обманул сказал что она работает 20 часов здесь оказалось даже больше при этом я слушал большую часть времени на максимальной громкости и это меня удивляет обычно показатели меньше здесь оказалось даже больше немножко чем 20 часов воспроизведения музыки и аудиокниг но это забегает вперед конечно есть возможность подсоединить ее к компьютеру и по проводу и компьютеру к системному блоку все провода необходимые идут в комплекте и даже присоединить микрофон микрофон вот для него здесь место микрофон идет в комплекте как на обычных классических так называемых геймерских гарнитурах сначала поговорим о внешнем виде материал амбушюр это эко кожа с эффектом памяти то есть подстраивается под ваши уши и удобно вот наушники я одеваю и дискомфорта нет при ходьбе например бегать я в них не пробовал но если не очень сильно то тоже можно комфортно совершенно комфортному грубо говоря уши в них не потеют а голове сверху мягкая амбушюры мягкие это металлическая основа и это действительно металл сталь то есть крепкая то есть с ними ничего случится не должно по идее в случае падения не знаю если в рюкзак их запихнете комплекте кстати есть там не бампер а просто чехольчик за такие деньги мне бы хотелось видеть чтобы был какой-то плотный кейс но здесь комплекте только такой вот тряпичный чехол но все-таки лучше чем ничего то есть по внешнему виду разобрались расскажу про элементы управления тут все очень просто кнопка включения которую сложно нажать случайно она немножко утоплена в корпус она внизу клавиши громкости и многофункциональная кнопка ответить на звонок либо когда вы прослушиваете музыку два раза нажатие на нее быстрые тапы переход на следующий проект три раза переход если нажимаем то на предыдущий трек сам материал чашек это больше всего мне напоминает наверно поликарбонат вот сами чашки имею ввиду такой мягкий пластик точнее soft touch пластик его называют а сами вот эти чашки они металлические алюминиевые и провода они как-то не портит лично мне картину сразу зато видно когда берешь вот если провода значит это сзади вот так вот одевать нужно под мою большую голову опять же запас небольшой есть я даже мудряюсь на зимнюю шапку их одевать выглядит это конечно смешно но можно то есть с внешним видом закончили теперь о качестве звука на мой личный взгляд ну во-первых стоит отметить очень важно что ли двухкамерная конструкция это дает лучший звук лучше разнесены средние высокие и конечно низкие частоты то касается качество звука именно как музыку 5 баллов из пяти не за 10 из 10 мне хватает всего мне хватает баса другой стороны но за такие деньги я бы очень удивился если бы она играла плохо и мне хватает баса хватает средних хватает высоких частот и я вот нисколько не преувеличиваю не прикалывайся не придумываю я прихожу вечером домой укладывая сына я в снимаю гарнитуру разумеется потом занимаюсь какими своими делами одеваю гарнитуру и ложится нужно спать ребята и мне не хочется есть снимать я нисколько сейчас не преувеличиваю и с ней неудобно и только на спине лежишь если но блин звук вот он классный реально классный я на ней слушал аудиокниги я послушал более 10 часов кристина стивена кинга и у меня показывал заряд батареи 60 правда он отображается на телефоне в данном случае я с двух телефонов слушал сяоми mi mix 2s и с huawei made 20 обычный не прошка заряд по 20 процентов градация идет там 180 и так далее и ребята конечно качество звука высший класс что касается игровой гарнитуры конечно я не играю за компьютером практически но я попробовал как раз resident evil 2 вышел я у него сейчас рублюсь вот но я не компьютерный игрок папка мобайл во притом по bluetooth никаких задержек громкость звука хорошая замечательно все слышно и без микрофона подсоединяем а здесь конечно есть микрофон по ним можно и нужно разговаривать слышно хорошо можно подсоедить микрофон будете вообще там крутые то есть если для вас этого здесь для вас важно не только в качестве наушников но и как гарнитура отрабатывает на сто процентов то есть вот в папку мобайл я играю я слышу опять же каждый звук шаги что-то все очень хорошо слышно и я уже много часов провел с этими наушниками именно за игрой отмечу еще магниты здесь неодиновые 40 миллиметровые драйверы то есть по качеству звука по качеству воспроизведения фильмов музыки по качеству аудиокниг ну хотя аудиокниги какое там качество может быть но все равно аудиокниги современные там эффектов очень много как игровая все очень понравилось все что я рассказываю это мои вот реальные впечатления я понимаю что весь дорогая и кто-то смотрит и думает купить не купить такую гарнитуру официальная цена на нее заявлено производителем 17000 конечно это не дешево но с другой стороны я не сильно разбираюсь пока в таких дорогих игровых гарнитурах я знаю что все что для профессионального гейминга так называемого когда люди то есть профессионально играют там цены достаточно высоки сравнить нее не с чем но то что я вижу мне очень сильно понравилось подводим итог мне понравилась конструкция мне понравилось очень длительной работы от батареи то есть я по проводам их почти не использую и кстати разница между проводным подключением и беспроводным странное чувство но мне кажется она играет по bluetooth с телефона даже лучше чем по проводам по проводу который в комплекте безумие но говорю как есть то есть реально по bluetooth качество звука здесь отличные как таковых недостатков если бы я даже задался целью щасу не знаю там под придираться там кому-то может провода не понравится кому-то что-то единственное мне хотелось бы жесткий кейс какой-то для перевозки в комплекте а в комплекте просто такой тряпичный чехол но это единственная моя придирка если даже захотеть попридираться в общем мне очень все понравилось и если кто-то думает купить не купить я думаю купив вы не разочаруетесь если будете смотреть видео и обладаете такой гарнитурой обижать обязательно напишите какой-то отзыв хотя бы короткий другим будет полезно делитесь опытом на этом у меня все я не прощаюсь а как всегда говорю будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны до новых выпусков с уважением ко всем давид счастливо